всем привет дорогие друзья сегодня я прилетел в город томс чтобы показать вам все возможности туристической базы этого региона это томская область это город томск это новый выпуск георгий правил поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Я вам покажу всевозможные достопримечательностей, размещения в отелях и еще что-нибудь вкусное Музей истории Томска В 90-х годах уже до того, как церковь вернулась в первоначальные функции, здесь располагалась зоотрезиновая обувь Сегодня, слава богу, собор полностью восстановлен и действующий Буквально спрянув от площади Ленина, центральной площади, мы попадаем на такую тоже красивую площадь Здесь вижу театр драмы, я честно говорю, сразу не подготавливался, заранее не изучал прям все-все объекты, чтобы вам историческую экскурсию провести Я хочу вам провести такую обзорную экскурсию, чтобы вы поняли, что такое город Томск, что здесь есть, что можно посмотреть, как он выглядит, располагается Какие есть какие-то особенности, в отличие от других российских городов Цель выпуска это Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы или будут вопросы, на которые я отвечу, обязательно пишите в комментариях, я на них отвечу Ну и сейчас мы выходим с вами на вот такую красивую панорамную набережную, как вы видите И здесь можно спокойно прогуляться, здесь есть дорога, но я смотрю, она такая неактивная особо Можно спуститься к пляжу, но пляж не купальный, как видите, да, купаться запрещено В принципе, вот это вот мы сейчас идем, это вот такой большой, скажем, круг Это все исторический центр города Томска Поэтому можно вот здесь вот приехать, сразу прогуляться Как обычно, во многих городах центральная улица называется Площадь Ленина Так что вы хоть как не ошибетесь, да, если так его назовете, я вот сразу угадал, да И можете здесь погулять Соответственно, отель, я вам покажу чуть позже, в котором мы остановились Он прямо здесь находится, на центральной площади Магистрат называется Поэтому терпение, смотрите дальше, что будет в этом выпуске У нас здесь впереди, я смотрю, памятник, достопримечательность Я вот это в интернете уже встречал Сейчас как раз там наша большая компания вместе с эксурсоводом, которая рассказывает об этом памятнике Сейчас я тоже подойду и покажу вам его Дорогие друзья, как вы думаете, что объединяет вот этот кадр с одной из достопримечательностей Томска? И сейчас я вам об этом расскажу Итак, друзья, смотрите, это Антон Пал Чехов И в чем здесь весь, как говорится, прикол Смотрите, какие-нибудь гигантские ноги и какая маленькая голова Весь смысл заключается в том, что это вид Антона Палыча Чехова в томские глаза пьяного мужика Он снизу вверх него смотрел И поэтому, и поэтому вид был вот такой Как видите, нос у него уже блестит сильно Есть местная традиция загадывать желания Трут зонтик или фотографируется вместе с ним Поэтому, если будете здесь, то недалеко на набережной Можно обязательно подойти и сделать себе красивую фоточку Но уже не как пьяный Вот, а если захотите после этого сладости Здесь как раз есть магазин пряности, радости и ресторан Это магазин и ресторан, да? Это ресторан Только ресторан Это только ресторан пряности и сладости Так что, если захотите сладенького, можно сюда забежать Ну все, мы отправимся дальше Наш автобус стоит У нас такая плотная-плотная программа Поэтому бежим-бежим-бегом-бегом Надеюсь, выпуск будет насыщенный и интересный Друзья, вот идем мимо дворца Каримба и Хамитова Татарина, который жил в Томске Вот в таком домике Настоящий зимний дворец в Сибири, я бы сказал, да? Видите, все Кстати, кирпичный дом сохранился Находится он, кстати, в том же районе, где есть много деревянных домиков Вот такая огромная усадьба, да? Как видите, здесь еще пристройка сделана И еще сейчас здесь находится центр культуры Остановка университет Как вы знаете, город Томска Это еще город студентов Здесь очень много вузов Медицинских, политехнических и так далее Но очень много, они все расположены примерно в одном тоже таком большом пятачке Здесь есть вот такая парк, роща И сейчас в один из вузов мы с вами пройдем Сейчас мы с вами зашли на территорию Национальный исследовательский Томский государственный университет Здание, как вы видите, тоже такие старинные Старинные постройки Ну и как многие знают, что Томск это не только город со старинными постройками Из большой истории, но это еще университеты Университетов очень много И они все рейтинговые Они входят в топ-3 самых лучших университетов России Поэтому очень престижно учиться в таких местах И здесь учатся не только российские наши студенты Но и иностранцы тоже проходят обучение в таких университетах Смотрите, общественный книжный шкаф Каждый может положить или взять книгу и потом ее вернуть Такой кроссбукинг Позади меня историческое здание Здесь в 2006 году встречались Ангела Меркель и Владимир Владимирович Путин То есть здесь как раз они встречались Проводили, в общем, различные диалоги Так что в какой-то степени тоже историческое здание университета Еще одна дополнительная, точнее, известность этого здания Помимо того, что, естественно, здесь оно выделяется таким красивым, неоклассическим, наверное, да Не сильно разбираясь в искусстве фасадом Очень, ну, очень круто смотрится Действительно, например, такие исторические города, как Санкт-Петербург, например Одна из изюминных вот таких деревянных домов Изумрудный дом, которому 116 лет Посмотрите, сколько у него резных всяких элементов, да Достаточно красивых вещей Очень хорошо сохранился Причем, что это действительно жилой дом Он, сейчас я вам покажу То есть он действующий Как видите, вот даже здесь табличка такая есть Написано, объект от культурного наследия Жилой дом построен в 20 веке Подлежит государственной охране То есть все работает Функционирует Так что вот такие памятники у нас есть в сибирской глубинке Томска Смотрите, даже в деревянном стиле делают такие вот ресторанчики Хорошо, красиво выглядит, да, необычно Молчание гняет, название такое прикольное тоже Так, ну а мы заходим тут в самый красивый дом деревянный Так, мы пришли к дому с жаркицами Смотрите, видите, здесь такой дом красивый Считается самым красивым Со двора он, конечно, еще более красивый выглядит, чем снаружи Да, да, видно, заморочились Вот видите, сколько резных вещей Так, у нас российско-немецкий дом Это тоже один из красивейших домов старинных Томска Голованов, вот тоже, говорит, построен в 904 году То есть уже сотня лет и стоит Кстати, вот это знаете, зачем кирпичная стена нужна? То есть дом весь деревянный Это кирпичная стена специально для того, чтобы если соседний дом горел То этот бы не загорелся такая, скажем, огнеупорная специальная стена Которая защищает этот дом Вообще, мне, честно, не хватает Я уже такое мнение высказал Вот в таких вещах, в таких местах точнее Когда приходишь, смотришь такую красоту Всегда хочется взять какую-то частичку И с точки зрения, наверное, туризма Вот прям конкретного, да Как наши люди любят приехать, куда-то что-то взять На каких-то объектах, где-то камушек, где-то магнитик И все что-то Это было бы круто Но реально, я рассматриваю эту точку зрения Не только с точки зрения искусства Возможно, кто-то сейчас, кто поклонник И его жизнь состоит в искусстве И рассказы вот о таких местах Он скажет, да вы что, все в деньги переводите Но я считаю, такие места заслуживают внимания Для того, чтобы можно было бы из этого места что-то взять для себя Я понимаю, что есть, наверное, лавки всевозможные в городе Где можно какие-то миниатюры домиков взять, магнитиков Но первое, что приходит в голову Вот я сейчас рассмотрю, я думаю, блин, классно было Если взять такой какой-то домик Может быть, миниатюры, да, купить там, детям привезти Да, может быть, это будет какой-то там, не знаю, пазл Или этот полностью готовый дом, да Или, возможно, какая-то фотография То есть, это в любом случае, как бы, дополнительный доход И на эти деньги можно содержать, да И этот объект, и какие-то дополнительные вещи делать Потому что сейчас мне не хватает еще чего-то, да, к этому Хотя все красиво Поэтому как-то такая мысль есть Если вы тоже со мной согласны, напишите в комментариях Я уверен, ну, вот это нужно Потому что в каждом объекте, в любом там, в мире, да Есть такие какие-то дополнительные моменты За что можно заплатить и получить чуть больше, да Чем ты просто посмотрел Вот, скажем так Друзья, мы вышли с вами на Новособорную площадь Здесь фонтан Ну, скажем, такой городской парк, где можно погулять Субтитры сделал DimaTorzok Ну и прогуливаясь далее по городу Пешочком по, опять же, центральной улице Ленина Мы с вами заходим уже в музей Музей информационный центр Здесь даже есть географическое общество В общем, давайте зайдем посмотрим Вообще, это Томский областной кровеческий музей Имени Михаила Манифальча Шатилова Как вы видите Хотелось там сразу обратить внимание Что на вывеске даже есть для слабовидящих Или слепых Описание, да То есть можно им тоже посещать спокойно Все это здесь указано По русскому географическому обществу Это такая вот аллея Видите, лавочки специально установлены И здесь как раз выдающиеся все открыватели Разные личности Можно посмотреть такой музей под открытым небом Вот еще такая лавочка Можно зайти, присесть вот так вот И почитать какую-то историю Например, Потанин, Григорий Николаевич Так, у нас следующая остановка Не музей, а бар Строганина Специально для нас закрыли на спецобслуживание Здравствуйте Здравствуйте Можно здесь, вот здесь С левой стороны Все, отлично Так, вот такое у нас заведение Интересное Небольшое В историческом здании сразу видно, да, как видите Проектор Все вот положено Вот такое местечко Сейчас мы спробуем местной кухней Сейчас нам пообещали принести сибирскую уху с пирожком И горящим поленом Так, вот нам несут уху Здесь горит полено Как Что будет дальше? Мы тушим головешку Берем это полено И опускаем сюда Проводя ее в рельген Если полено остается Уголек от него в ухе То это наоборот Это круто Это для того, чтобы почувствовали вкус сибирскими ухи Которые мы можем готовить сами На рыбалке, например Да, на костре Класс Какая там рыба? Муксун Именно здесь уже муксун Но буньонцам взял Илька Визна Цуна На Эльмисе Крыная Беларит А где вы ее ловите? Мы ее добываем Вечером в море Хорошо Спасибо Вот такой наборчик Олень Лось Медведь Белый Белый медведь Белый медведь Просто Если не получится Медвежатина Их будет Просто кушать невозможно Поэтому Медвежатина Идет Крусника И курица Свинина А медвежатина Безопасно ехать? Да Во-первых Во-первых У нас есть сертификат Во-вторых Она проходит термическую обработку Мы лично ее проводим С каждой котлетой Мы это все проводим Чтобы никаких микробиц Не было Вам это поставляют Мешние охотники? Нам поставляют Вниз этого города И нам поставляют на фарш То есть обрабатываем На фарш Вам как бы Кто-то стреляет Или какая-то есть там Ферма То есть Дикие Это не дикие Это не дикие Это и шеи Это водят Не только в городе Да Сколько стоит Самый главный вопрос Сколько это такое Наборчик Дичь Всего Шашлык из оленины 670 Таежная Скоблянка Я расскажу, что это если нет Что такое скоблянка? Это типа строганина? Нет, нет, нет Там идет сковородочка Папорник в сливочном соусе И мясо оленина Настолько тонко нарезано Как будто ее соскальбливали Это вот у нас А у нас какой вариант? У вас вот дикая сковородка А, дикая сковородка Цены вообще демократичные Так что Строганин-то есть? Строганин, конечно Сун, Нельма, Нерка, Стерлищ, Оленина Так что вот строганина бар Ребят Адекватно Вкусно И необычно Так Строганин как это будет Так, друзья После обеда У нас еще один музей Первый музей Славянской мифологии Так что сюда мы зайдем Посмотрим Здравствуйте У вас получается музей-магазин, да? Нет Первый этаж Это сувенирная банка Все понял Да А там уже музей, да? Да А вот вопрос у меня такой есть Вот мы сегодня много ходили гуляли Есть ли у вас эти домики резные С палисадами Какие-нибудь миниатюрки Или что-нибудь такое Нету? Сказали, этого полно везде Вот Типа такой вот штуки Да Я к тому, что в принципе Да Чтоб была эта видимость Да Как говорится Кусочек взять Чтобы от домика что-то Вот про что речь Наш музей это частный музей Основанный томским бизнесменом Меценатом Геннадием Михайловичем Павловым в 2007 году Но нужно сказать о том, что вообще Томск построен меценатами, да? И сейчас проект Геннадия Михайловича Продолжает жить Но уже в руках его дочери Ольги Геннадьевны Павловой Ну а сейчас мы с вами поднимемся В сердце нашего музея На нашу постоянную экспозицию Которая называется «Русь изначальная» Прошу следовать Дом, да? Творческая мастерская Смотрите Здесь уже как раз можно Все самому попробовать сделать Так Это у нас зал Постоянная выставка Как можно привелить кашу? Реально? Давай Поехали Давай Поехали 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 Интересных Из стекла В том числе Мы это все делаем Специальная муфельная печь Нужна В 800 градусов В домашних условиях Это конечно невозможно сделать Но мы проводим мастер-классы Поэтому Кто хочет научиться Может приходить к нам На мастер-классы Научиться То есть это просто разогревается Придется форма И дальше уже там другие тетарки Да Если просто плоскую бутылку То просто при высокой температуре Она становится Сама плоская Да, сама плоская А если мы хотим уже Какую-то форму задать Соответственно Мы подкладываем под нее форму И что касается декора На бутылках Это уже отдельно приклеивается После обработки Сколько времени Такую бутылку уйдет Если делать не к самому Атада Сколько? Ну сутки примерно Будет запекаться сама бутылка Да А потом уже вторым этапом Это приклеивать готовые изделия Ну их же тоже надо сделать Да Дня три бутылки уходят Два дня Два дня Да Такая штука два дня А котиков быстрее сделать? Котиков, да Мы котиков в рамках мастер-класса Делаем за час Я понял Спасибо большое Самая любимая программа Всех блогеров Всех остальных Это Обзорный вид И чаепитие Это наше болото Где болото? Это все Это все болото? Исторический центр На крыше Так собственно называется Крыша музея Закидываем полено Мы уже где-то Ну это Мы уже так шутим Потому что мы сейчас были в ресторанчике И там только сейчас будет у вас полено Ухаз поленом И там была наверное спичка Но у них было как будто полено Поэтому в вашем случае это Это целое бревно Спичка это же модель полена У нас трава настоящая Хорошее такое завершение Экскурсии Пожалуйста Это наша птичка Кто не знает знаменитая Птичка Это современные конфеты Ручной работы Которые у нас от птички Сибирский кедр делают Зубами И цедите чай Через сахар Это так раньше пили Вы Поняли Купчика пьет из блюдца Это было многоразовое Или на разу Пробуем 9 чашек сахара А через маленький кусочек Он был на фина Это наоборот Это хороший Да, сахар другой Такой Как у нас в магазине Больше на такую Сахарную пудру Похожа Немножко Прессованно Как видите, да Идем по городу гуляем Вечерний такой променад Перед событием У нас сейчас будет вечерком встреча Я как понял Даже в мэрии В общем Все как бы по плану Но немножко и не по плану Но в то же время Очень интересно Потому что мы не знаем что будет И постоянно находимся в таком движении Вот сейчас опять же идем Смотрите опять Старинная такая архитектура Ну видно, да Видно, что в какие-то времена Томск был достаточно богатый город Ну что, друзья Еще одна локация Лагерный сад Здесь, кстати, в Томске Очень много садов А не парков Да, как во многих городах Поэтому сейчас посмотрим Здесь такой вид классный Набережная нам обещают И такие интересные Интересные прогулочные дорожки И так далее Так что смотрим И двигаемся дальше У нас сегодня еще Насыщенная программа У нас будет еще Ресторан У нас будут еще встречи Диалоги В общем, много чего интересного Поэтому смотрим этот вид Наслаждаемся И смотрим дальше Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы пришли Нашли большой, огромные прогулки У нас есть полчаса на отдых Кстати, еще раз вам покажу Я в Инстаграме Уже показывал мой номер Вот здесь у меня Чайничек Кровать О, подарочек Принесли какой-то Представляете Иван-чай Очень приятно Хорошо Спросим от кого Вот Телевизор Диванчик Такая, видите, с несколькими зонами Ну, ванна Полноценная С душем Так что Вот такой номер Отдыхаю Немножко Собираемся У нас тут какая-то официальная часть еще будет Спасибо, что все это время Находитесь со мной Думаю, вам это интересно Пишите свои комментарии Оставляйте свои лайки Задавайте вопросы Все Я отдыхаю Едем дальше Ну что У нас наступил вечер И мы идем на Welcome Drink И у нас продолжается дальше программа Так, у нас очередной поход до следующей локации Вот Мы идем прямо в эти огоньки Называется это местечко Кухтерин Это Купец Ну понятно, здесь все купцы были Судя по домам Там, друзья, давайте вам приду краткий обзор этого места Здесь у нас такой милый каминчик Уже с осенним урожаем Канделябры Красиво, все светское Так что у нас настоящее вечернее мероприятие Официальное Очень хорошая обстановка и так далее У нас уже готовы напитки все Персонал готов Готовятся все с речами У нас очень приятная музыку исполняют Так что Располагайтесь и вы, друзья, у своих экранов Сейчас у нас будет официальная часть Поэтому можно сходить за чайком И вместе с нами послушать, посмотреть, как все будет происходить Андрей Александрович и Антонович сейчас настолько познакомили и ему слово Добрый вечер, уважаемые друзья Могу рассказать о том, что Я надеюсь, что со временем мы и вы Станете очень так же сильно любите ТОМС И мы станем друзьями В полном смысле слова Потому что будем рады приезжать К Винницке И ребятам из отчества И ТОМС это одна из столиц И это можно увидеть Ну вот у нас прошла официальная часть И у нас началась музыка Нам начинают накрывать на стол Предлагать напитки Вот у нас уже такие Короче, смотрите, заморочили игру такую на экране Ведут игру То есть вопросы задают А мы предложения отвечаем И потом будет рейтинг И будет еще приз Интересная такая штука Вот заморочились Вот новые коллективы, которые качают ТОМСКИ по всему миру Ну что, дорогие друзья Вот так прошел наш день в ТОМСКИ И мы его провели, видите, как видите, насыщенно То есть мы побывали в различных интересных местах Мы показали вам по максимуму Еще много блогеров со мной, которые покажутся контент Уверен, вы их увидите в Инстаграме, в Ютубе И даже в других социальных сетях, как Одноклассники, например Было интересно Очень классное место В Кухтере Ресторан Было очень Сегодня, правда, насыщенно, друзья Очень хочу, чтобы вы оценили этот выпуск Оставили свои комментарии И если вам захотелось приехать в город ТОМСК Это вообще очень круто Поэтому увидимся в следующих выпусках Еще будет не один выпуск на эту тему До завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok